Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 февраля. Сейчас пройдемся быстро по комментариям, которые вчера пришли. На некоторые отвечу. Вот сейчас удалим матершинников. У меня теперь это ежедневная процедура. Утром встаю, сажусь и нужно выловить и удалить из комментариев на ютубе матершинников. Весна, люди активизировались и не все хорошие. Вот одна женщина, зрительница написала, что в комментариях про кошечку Преимущественно, ну как, написали все только добрые люди, только хорошие комментарии. И я согласилась, хотела написать ответ. Да, уж про кошечку ты ничего плохого не найдешь, не напишешь плохой комментарий. А нет, нашелся сегодня один человек, который написал ужасный комментарий с матерками. В этом, к видео о кошечке. Но матерки, конечно, не в сторону кошечки. В сторону меня. Сейчас прочитаем, посмеемся, удалим его. Хочу показать вам, какие разные зрители бывают. Конечно, преимущественно все добрые люди тут собрались. Потому что люди, которые любят растения, они могут быть априори, не могут быть злыми. Но все-таки заходят сюда такие. Так, сейчас. Я вот те, которые сейчас не особо актуальны, даже не буду тратить время. Вот Татьяна Сильченко написала. Подскажите, какое расстояние между теплицами у вас? Таня, у меня есть видео в прошлом году. Был такой же вопрос. И я специально снимала, прям рулеткой мерила, сколько между теплицами. Там есть еще от дома до теплицы какая-то. Все расстояния измерены. Вы понимаете, что я в уме, конечно, не держу все эти цифры. И сейчас, когда вы спрашиваете, я опять уже, я даже не знаю, какое там расстояние. Но расстояние должно быть достаточное, чтобы тень от этой теплицы, когда падает, когда солнце с этой стороны, не падало еще на эту теплицу. Вот мы делаем, и чтобы был здесь технический проход, достаточный для спускания снега и с этой, и с этой стороны. Эти проходы необходимы просто потому, что у нас очень много снега. Ну, тут вот про кошек столько комментариев. Они все, всем все портят. Перец съедают, все. Ну, люди с такой любовью о них говорят, после того, как они им это натворят. Вот какие они наши любимки. Разгребла по кухне все, в землю. Но это то же самое, что у нас. У меня эта Надюшка такая активная. Вот вообще за ней глаз да глаз нужен. Ну, вот про эти, про заказы, вот это отголоски еще видео про Фатиму. Но не хочу об этом даже вспоминать сейчас, чтобы не портить настроение. Встала утром, хорошее настроение. Сегодня без Фатимы обойдемся. Ой, у кого-то три кошки. Из-за этого не могу ничего садить, только покупаю рассаду. Ну, это вообще. Как купить томат Настенька? Сейчас уже вышло видео, которое называется «Как заказать семена 1 февраля». Будет дополнительный набор. Небольшого, конечно, количества. Ну, и там и Настенька, и Демидов все остались. Все толстоногие сорта есть в наличии. Конечно, ни редких, ни экзотических почти ничего не осталось. Сколько бывает перевернутой вверх дном рассады? Ну, вот опять про пикировку. Когда пошагово, вот про перец пишут, как же долго про кассеты и стаканчики. Ну, у нас есть и перемотка видео. Я не знаю, в чем проблема, если долго. Ну, первую часть пройдите там, где я про тару говорю. Посмотрите только пикировку. Вы же понимаете, я вот к Майе Федоровой обращаюсь, что видео снято не лично для вас. Если вам не интересно про кассеты и стаканчики, а какой-то человек это видео посмотрит специально из-за тары, потому что, может быть, он даже и не знает, во что можно пикировать перец. Мы же все разные, публика разношерстная. Кто-то вообще на 100% уже обученный, погруженный в эту тему, а кто-то даже не знает, что существуют вообще вот такие кассеты для пикировки. Я себя вспомню, я когда первый раз в магазине много-много лет назад увидела, эти кассеты к нам привезли, я у продавца спросила, а это что за ячейки какие-то, соты? А на улице к это пикировать все. Ну, короче, не будем на этом заострять внимание. Если вы видите, что пошагово, то значит видео подробное, подробное, подробное. Вот кто-то прислал комментарий в квартире и вопросительный знак. Суть вопроса даже не понимаю. Ну, если, как я правильно поняла, я живу в частном доме, если вас это интересует. Вот Гульнара Ширинова пишет. Здравствуйте, у меня петуни очень слабые, светло-зеленые, как будто остановились в росте, короче, им 16 дней, а они такие же, как 5 дней. Но с петунией заочно я вам даже ничего сказать не могу. Я могу сказать, что обязательно подсветка, если не будет цвета, они слабо-зеленые, еще слабо-зеленые могут быть из-за того, что, возможно, им не хватает, как сказать, вот азота. Они очень прожорливые, и если им недостаточно будет питания, они будут не очень быстро развиваться. Еще петуния может остановиться в росте, может быть, из-за того, что стоит на холодном, на чем-то у них корневая система застужается. Короче, неблагодарное дело выносить заочно диагнозы, ставить, почему растения болеют или почему останавливаются в росте. Я не знаю, у меня таких проблем нет, потому что я выращиваю на стеллаже, им тепло, им светло, грунт хороший, питательный, все. И если бы... Ну вот я знаю, что остальные растения, слабо-зеленые, это азотное голодание, или слабо-зеленые, когда недостаточно света, когда они не яркие. Но вы должны сами подумать. И я сейчас петунию вот в феврале начну сеять, опять подробно-подробно все расскажу. Тьфу-тьфу-тьфу, у меня питунья всегда получается прекрасная. Но я уже боюсь так говорить, потому что как только скажешь, все прекрасно, обязательно что-нибудь получится не так, или кошка перевернет, или что. Вот опять как от кошечек спасаются. Вот про питунью. Это же зрительница. Можно ли прожектором в светодиодном пользоваться? Денег нет на лампы. Я думаю, что можно, хотя сама никогда не пользовалась. Но картинки в интернете вижу, что вот такие светильник пучком света прям направляют на этот, на лоточек с растениями. Я думаю, что да, поставьте. Нужно света им очень много. Вот смотрите, сейчас скажу про ссылки. Многие дают вот эти ссылки, но люди дают от доброты душевной, что сами посмотрели, хотят поделиться. Вы не обижаетесь, но я все ссылки удаляю вот отсюда, потому что сейчас очень нехорошая тенденция началась. Кто-то ссылку из добрых побуждений выкладывает на канал, а кто-то ссылку выкладывает, чтобы поймать нас в какую-то ловушку. Перейдя по ссылке, вы можете получить или какой-то вирус, или что-то вообще может произойти нехорошее. Я разбираться не буду. Я знаю, что если ссылка незнакомая, то лучше по ней не ходить. И поэтому я и сама никуда не хожу по ссылкам со своего канала. Если мне нужно, я ссылку копирую, выхожу с канала и через поисковик, через Яндекс просто захожу, но не с канала. И вот здесь вот, где ссылки появляются, я сейчас все удалю. Три сегодня ссылки пришли. Я сама не хожу и другим не советую. Не обижайтесь, что ссылки буду удалять. Вот смотрите, Елена Тимофеева спрашивает, какие перцы считаются с ранним созреванием, средним и поздние. Вот, то есть по дням как их отличить? Обычно на пачке всегда на обратной стороне пишется, что ранний сорт перца. Или, например, средний, ну как, написано, сорт перца со средним сроком созревания. Там по дням иногда бывает, что ранний и средний ранний ничем не отличишь, но обычно информация дается. Просто для себя, как сказать, решите так, что если мало дней, самое маленькое количество, то это значит, он поспеет раньше. Но вот сколько у вас уже куплено, или вы будете выбирать, не знаю, если много дней. Но по дням иногда бывает такая информация, что я говорю, что вот он и поздний спелый, и средний спелый указывается одно и то же количество дней. И данные у каждого производителя разные. Вот смотрите, вот кошечка, видео про кошечку. Вот она наша кошечка. А вот он матершинник, представьте. Все говорят, что ой да вы не расстраивайтесь, все у вас это самое будет нормально. А этот пишет, так и надо, нехер сажать столько много и так рано. Молодец кошка. Почему он увидел, что много насажено? Всего два лоточка. Если для него это много, что это вообще сколько он высаживает? Он, наверное, высаживает одно растение. Конечно, вот таких вот я буду блокировать. Если кто-то хочет еще и матерок какой-нибудь написать, конечно, это будет первый и последний раз, когда он смотрится на этом канале. Здесь у нас такие воспитанные люди собираются. Матершинников здесь не будет. Так, и вот про чем простимулировать семена. Макс что ли? Ну, опять не по-русски, не могу понять. Смотрите, написано барбатаж 4-8 часов. Аквариумный купите компрессор в теплой воде с алоэ, с медом, воду готовлю. Так, беру снег в лесу, в деревне, потом как растает на батарею. Короче, человек о натуральной стимуляции написал, с медом и с алоэ. Может быть, методы хорошие, но вот, например, мне он категорически не подходит. Я когда прочитала, беру снег в деревне, в лесу, как попасть в лес, в деревню? Там ведь все занесено. Мы из своего дома до садика-то не можем. Вот внука надо было, мы позавчера не могли выйти. Нас так занесло. И я как представила, что специально, чтобы простимулировать семена, мне нужно ехать несколько километров в деревню и еще как-то попасть в лес. Ну, там вообще дорог нет у нас. Но этот способ, конечно, может быть хороший. И вот как теоретически-то все правильно. Написано, никакая химия близко не стояла по эффективности. Но по реальному применению этого метода тут большие вопросы. Особенно городские жители. Как они попадут в деревню, в лес зимой? А если особенно те, у кого вообще нет снега в этом году? Там хоть ехай в деревню, в лес, хоть нет снега, не накопаешь. Вот, Людмила Черемных, вы пишите, получили от меня семена или нет. Вы знаете, я сейчас переписываю все вот эти конверты, которые и по обмену, и кто мне в дар там под несколько семечек выслал, сортов, которые они считают самыми лучшими в своей коллекции. Все переписываю. Но еще, если честно, всех не переписала, они вот лежат кучкой. Поверите, не знаю или нет, что времени свободного вообще нет. Иногда даже посмотреть вот эти описания ваших присланных семян, помидорок. Буду потом отдельное видео снимать. Всех поблагодарю, кто прислал мне в этом году нынче семена. А там и на обмен очень много и сама выписала, и в дар. Я посчитала, на 15 лет хватит с моим участком 7 соток. Если добавлять каждый год по 100-200 сортов новых, на 15 лет мне хватит. Вот эти со своим процветком, правда, надоели. Хоть я и лояльный человек, и прекрасно отношусь к всем другим блогерам. Ну, это какие-то... Правильно пишут, что там эти фанаты процветковые замучили. Вот пишут. Во-ре-вер. Не знаю, как его зовут. Вместо фотографии это значок. Какой-то непонятный. Короче, фото нет. Скорее всего, это когда нет вот на этом фотографии, а есть какой-то просто странный такой знак. Очень часто, что это эти, как сказать, комментарии на заказ. Заказные. Ну, не на заказ, а, короче, вот такие антифанаты эти всякие, или кто, или фанаты. Пишут. Умоляю, посмотрите канал про цветок. Размышления Ивана Русских о гуматах. Молекула калия. Ничтожно мала в гуматах. Это просто торфяная вытяжка. Применять ее можно только в комплексе с другими препаратами. Ольга, не вводите в заблуждение. Они гуматы начнут лить ведрами, а потом удивляться будут, почему мои томаты зажмурились. Ну, вообще, я в шоке от такого. Вы, вот я к нему обращаюсь, вот к этому, не знаю, это мужчина или женщина. Вы что, людей вообще за дураков считаете? Как они начнут гуматы лить ведрами? Для того, чтобы лить ведрами, их нужно еще покупать, тратить на это деньги. Ну, уж не настолько глупые зрители моего канала, чтобы я не ввожу подписчиков в заблуждение. Я вчера специально сказала, что только по инструкции больше не нужно. И не всем даже нужно, а нужно только тем, кому действительно необходимо сбалансировать почву. И, ну, короче, вот эти вот процветковые проростки, которые очень часто появляются у меня на канале. Я не знаю, у меня даже мысли нет, мне кажется, у зрителей моего канала мысли нет. Зайти, например, на канал про цветок и сказать. Вы что-то неправильно говорите, посмотрите, вот зайдите огородную азбуку, там вот правильно. Хотя многие считают так, но никто туда не идет, мы воспитанные люди. И вот Дмитрий Чернов пишет ему в ответ, что больше привык доверять практическому опыту, чем размышлениям Ивана и его пробиркам. Ни разу не видел его плодоносящих томатов. Кстати, я тоже не видела. И я один раз попался, мне ролик его с этим, как он про перец рассказывал. Вот у нас поспел перец. И это было далеко не рано, не июнь и даже не июль. Он сказал, это ранний сорт перца. Но я удивилась. Я, конечно, не в обсуждение, просто я удивилась, что в Белоруссии у них более благоприятные условия. Он сидит в теплице. У нас уже перцы в это время в Сибири давно поспели. А он только вот у нас начал спеть перец. И я тогда поняла, что он, скорее всего, раз он работает на кафедре, раз он постоянно сидит там в своем кабинете, но и некогда ему ухаживать. И, скорее всего, о практическом уходе, практических вот этих вот, о применении на практике своих методов, он может быть и далек от этого. Не знаю я. Ну вот пишет, правильно, лучше поливать растения белизной. Ну, правильно, Александра пишет, что гумат-то далеко не только ради калия используют. А применять по инструкции или лить ведрами какое-то удобрение, это вопрос внимательности соображалки каждого огородника. Я не думаю, что кто-то будет лить ведрами. Во-первых, он не так доступен, он же не лежит вот на дороге, вышел и подобрал канистру. Для того, чтобы купить ведро гумата, это надо иметь хорошую эту материальную составляющую. А, вот правильно спрашивают. Вам Иван Русских случайно по случаю денег не платит? Видела его канал, только результатов его работы нет. Зачем зашли на огородную азбуку, если она вам не нужна? Идите к Ивану, нам потом расскажете, чему у него можно научиться. Потом пообщаемся. Ну и действительно, зачем идти на тот канал, если у вас есть любимый канал, если вам этот канал не нравится, и советы мои вам кажутся бредом каким-то, ну не надо сюда ходить. Я вот никуда не хожу. Так. Ну, ну это, короче, тот же самый, куда ему тершинник, его, наверное, надо убрать. Он уже пошел. Сама смотри, чудовище. Вот такие зрители у нас приходят с канала про цветок. Последователи Ивана Русских. Мало того, что они как некорректно себя ведут, это еще и хамство. Тоже сегодня буду его удалять. Сейчас прочитаем дальше. А то у меня это так. Еще хотела дойти до одного обязательно комментария. Так. Все или в феврале в теплицу, когда высаживаете. Это к прошлогоднему видео. Вы знаете, у меня каждый год даты высадки, корректируя я от температуры, от погоды данной весны, в каждом конкретном случае могут быть изменения. Смотрите, когда весна ранняя, мы высаживаем рассаду, да, иногда в возрасте 60 дней. Если весна запоздала и холодно, я дотягиваю и до 70, и до 75. Это нужно вам смотреть, если вас сильно это интересует, видеоролики за прошлые годы. Один раз я в один срок высаживаю, другой раз в другой срок высаживаю. В этом году без отопления, без подогрева грунта в теплицу высаживать у меня по плану. Но это опять же я только планирую 25-26 апреля. А та вот новая, на которую я надеюсь, что она будет у меня с подогревом грунта, на 3 недели раньше. То есть я буду высаживать прямо в начале апреля, 2-го, 3-го, 4-го апреля. Но это я так планирую. Хотя некоторые люди говорят, что с подогревом грунта можно высадить и в конце марта. Сделать дополнительные дуги, прикрыть пленочкой. И вот это тепло от подогрева грунта, оно будет там как мини-парничок. Но я уж об этом не мечтаю, хотя бы высадить в начале апреля нынче. У меня все-таки сибирский регион. Ну вот тут про семена перцев. Как всегда, каждый год Елена Батрова пишет. И каждый год люди пишут про семена перца. Какие ужасные семена перца магазинные. По-моему, никакая стимуляция уже не поможет. Из каждого пакетика по 15 штук взошли только по одному росточку. 12 дней уже сидят. Хорошо, что свои семена собрала. Всем советую с перцев собирать свои семена. Свои семена собирать с перца очень просто. Там не надо ни процесс ферментации проходить, ни бродить, ничего. Дождался, когда поспел красный стручок. Вам одного, вот этого вот, одной перчины хватит на много-много лет. Там 200-300 даже может быть семян, если он полноценный. Подождите, когда он созреет. Вытрясите эти перчики. Просушите хорошенько и в пакетик. И будете несколько лет им пользоваться. Так это против. Сергей Лунин пишет. Отчего жалуетесь? Кошка же помощница. Себе наголову научили ее огородничать. Вот она и огородничает. Ну, допустим, специально я не учила. У нее принудительное обучение было. Деваться некуда. Раз хозяйка целый день копается в земле. Ну, что ей делать? Ну, и она копалась. А теперь уже не может от этого инстинкта избавиться. Вот Татьяна Шкуратова пишет, что проверяла семена на всхожесть в декабре. Взошли. Жалко было выпросить. Распекировала, короче. Ну, и получилось то, что 25 мая пришлось есть свои спелые помидорки. Вот тебе проверка на всхожесть. Так, ну, вот это комментарий. Уже ответ на тот комментарий, который был, написали, что сейчас не надо подкармливать. Да я об этом знаю. Вы просто прослушал человек неправильно. Не до конца. Понял. Наталья Пономаренко пишет, я гумат калия и гумат из 9 элементов в прошлом году тоже использовала для растишек. Урожай порадовал. Я тоже, вот, у меня был как-то гумат из 9 элементов, такой обогащенный. Я тоже считаю, что это хорошее средство. Хоть там и эти проростки от процветка говорят, что это все бесполезно. Люди пользуются и многим он нравится. Есть суспензия хролы, хлореллы, отличный стимулятор. Потом. Вот про хурму. Я тут заикнулась, что вот кто-то похвалил хурму. И вот начались комментарии про хурму. Кому нравится хурма в теплице, кому нет. Опять все люди разделились. Кто-то говорит, что в теплице она хорошо получается и нравится, и урожай хороший. А кто-то сказал, что не очень понравилась хурма в теплице. Так что это нужно все пробовать, испытывать на себе. Смотрите, вот Татьяна Сильченко спрашивает после вчерашнего видео, когда сказала биогумат, нужно добавить, чтобы землю. Буду землю готовить. Сколько нужно добавить биогумата на 10 литров земли? Смотрите, Таня, тут высчитывается не на 10 литров земли, а тут высчитывается, там по инструкции есть раствор. Например, если написано 20 мл на 10 литров воды, вы просто готовите раствор, но вам, конечно, 10 литров не надо, вы берете в 2 раза меньше воды, в 2 раза меньше препарата, и используете эту воду, как бы вот эту воду с растворенным, вот с этим сгуматом и со всеми там с фосфором, с калием, с магнием, с бором, используете до увлажнения грунта. И увлажняете так, как я показываю, чтобы он был оптимально увлажнен, чтобы он не был суховатым, но и чтобы не был он жидким, чтобы был такой в меру увлажненный. Все. Если останется раствор и некуда вам его девать, ну просто, значит, вылейте. Он не такой дорогой, чтобы там за каждый литр трястись, это не привикур. Но действовать нужно именно так, что не на 10 литров земли, вы же не знаете, сколько ваша земля там возьмет в себя влаги, а именно разводите сначала воду. Я думаю, что если один лоток у вас, вам достаточно высчитать по инструкции. Ну, как я уже говорю, что там на 10 литров одно количество, вы делите на 2 на 5 и еще делите на 2 на 2,5 литра. 2,5 литра разведете именно не для замачивания семян, не для подкормок, а для предпосевной обработки грунта. Там отдельная строчка есть и по инструкции сделаете. Так, ну вот это вот опять ссылка, я удаляю ее, потому что люди дают ссылку, но это неизвестно что. Куда мы перейдем по ссылке, я не хочу никого отправлять, я сама не хочу. И вот про эту, про протравливатель или стимулятор перекись. Но изначально мы его используем, вот правильно Александра сказала и то, и другое, изначально мы его используем для того, чтобы обеззаразить семена. Значит, мы его считаем протравливателем. Но он одновременно еще и стимулирует. Значит, правильный ответ, правильно, он и то, и другое. Но прибегаем мы к нему изначально не для того, чтобы стимульнуть, а для того, чтобы протравить. Дезинфектор он такой. Он же когда ранки, знаете, наверное, вот мы на ранку льем, когда говорят, что ой, надо перекисью обработать. Мы же первоначально его цель, это дезинфекция. Мы когда льем на ранку, и вот такая белая какая-то, получается как пена или что он начинает пениться, это он там убивает все бактерии. Берем мы его за это качество, за дезинфекцию. Ну а стимуляция это бонус приятный, два в одном. Вот тоже пишет Ирина Кавыкина, что есть гуми калийный ОЖЗ в бутылке 500 мл от фирмы Башенком. Точно-точно я когда говорила про гуми Кузнецова, по-моему, в Башкирии он делается. Вот она делится информацией, что купила в магазине Фикс Прайз за 50 рублей в январе 2020 года. Отличный вариант. Я и говорю, что он по цене, он не очень дорогой, его можно применять. Эффектон, ой, вот вопрос. Эффектон это энерген? Нет, смотрите, есть и эффектон, есть и энерген. У них у всех схожие действия. Хоть вам эффектон попадется, хоть вам энерген попадется, он, ну, подойдет и тот, и другой, но это разные. Вот опять простелившийся монгольский карлик. Невкусный и гниет на земле. Я не знаю, у меня ни один монгольский карлик не сгнил. И не сказать, что он невкусный. Обычный томатный вкус, немножко с кислинкой. Вот Ирина Баинова, еще вот все летние смотрит, сентябрьские где, а лампа, ладина, очарование. Так. Вот смотрите, специально оставила неотмечено. Марина Хачатурян спрашивает. Вот там, где вы проливали привикуру, могу ли я пролить только препаратом Максим? Знаете, если не знаю, врать не буду. Максимом не пользовалась ни разу при посевах. Я, Максим, использовала как? Вот по прямому назначению, как там написано. Протравливала осенью эти гладиолусы. Протравливала осенью при пересадке луковицы лилий. Протравливала еще георгины. Обрабатывала осенью, когда выкапывала, промывала. И перед загрузкой для зимнего хранения было у меня время, когда у меня росло вокруг дома 450 кустов георгинов. Нафига я столько много выращивала, я не знаю. Но для красоты такую живую изгородь делала. И вот для того, чтобы они не сгнили за зиму, они же, бывает, что какие-то там, я их протравливала. Вот про весеннее применение Максима ничего не знаю. Поищите где-нибудь информацию. Я не могу вам сказать, если я не имею такого опыта. Если бы имела, обязательно сказала бы вам. Придумывать не хочу. Как определить, жирная почва или нет? Для меня этот вопрос, конечно, странный. Наталья спрашивает. Я всегда знаю, какая у нее почва, потому что я знаю, где я ее беру. Если я беру, например, со своего огорода, возьму, я знаю, что это не жирная. Потому что в нашем районе и наша улица, и соседняя, и вообще весь город – это бедные песчаные почвы. Это я знаю. Если я беру, готовлю грунт с осени для своих, для рассады, я готовлю 50% перегноя, 50% дерновой земли. Я знаю, что этот грунт у меня хороший, жирный, плодородный. Про какой грунт вы имеете в виду? Если вы в своем огороде, то вы должны знать. Если вы где-то берете, например, с поля, опять же, если берете с полей, с лесов, его даже по состоянию видно. Или это чернозем плодородный, или это вот такой песчаный, более светлый грунт. Ну, короче, я не знаю, как определить. Ну, от этого, от места, где вы берете, нужно определять. Ну, на вид он тоже различается, но как вам объяснить, я не знаю. Вот берешь песчаный, обычно, если он не жирный, то значит он бедный песчаный. Он совсем другой. Если он жирный, значит, это или черноземый, или земля, смешанная с перегноем, удобренная перегноем. Его тоже видно. Он такой рыхлый, пушистый, мягкий. И он прям и на вид жирный, и, хотела сказать, и на вкус жирный. Его сразу видно, что он жирненький, жирная земля такая. Так, это вот пропасано как. Вот Оксана задала вопрос, чистотел на каких почвах растет. Вы знаете, я никогда не задумывалась, да, действительно, у нас же тоже есть чистотел. Но у нас как? У меня чистотел растет вдоль... Извиняюсь, прервалась. У меня вот чистотел растет вдоль заборов. Там, где я ничего не высаживаю, не выращиваю, и, естественно, где ничего не удобряю, где почву не раскисляю, и вдоль заборов он растет, чистотел. Но в огороде, ни на грядках, ни в теплицах, ни где-то там, где я постоянно с почвой работаю, никогда не растет чистотел. Я почему-то информацию про чистотел нигде не видела, но, скорее всего, что он тоже или на слабо кислых, или на кислых почвах растет. Но эта информация не проверена, это я так от себя сказала, просто своей умозаключения. Нужно посмотреть, не знаю. Посмотрите, есть таблицы, какие растения растут на кислых, какие на слабо кислых, какие на нейтральных почвах. Так, вот смотрите, вот до этого я комментария дошла, вот это самое главное, сейчас отвечу и все. Вот Сергей, после того, как я вчера сказала первый полив, рассказала о первом поливе, я сейчас даже хочу снять отдельное видео, чтобы объяснить. Он, вероятно, не понял. Он написал, считаю, что на такой стадии нет смысла делать удобрительный полив. На начальной стадии растениям нужны удобрения, если грунт проверенный. Но я про это и сказала, что мне это не нужно, потому что я добавила суперфосфат, калий, залу и перегной, у меня все есть. Но у меня спросили люди, что делать, если мы не успели осенью сбалансировать грунт и уже посеяли, как исправить ситуацию. И вот этот вот вчерашний полив, это и был как бы пропущенная предпосевная обработка грунта. Все, до свидания. У меня садится батарейка, уже не хочет камера работать. Желаю всем... Вот, кстати, и Александра за меня заступила, что она-то слышала, что я как раз и уточнила, что это для тех, кто посеял в несбалансированный грунт. Иногда люди как... Ну, невнимательно почитают и вступают, как начинают оспаривать какие-то мои советы. Но если вы еще раз посмотрите, вы услышите, что именно я про это и говорила, что я всегда говорю, подкормка не нужна, делайте только в крайнем случае. Но если уж там ничего нет в почве, то будет голодание вот этих растений, они, конечно, не вырастут. То нужно грунт-то немножко удобрить, хотя бы вот так вот, запоздалым способом. Все, до свидания. Желаю всем удачных посевов. Найти свой метод выращивания, самый лучший. Найти свой канал, чтобы не ходить по чужим каналам и не говорить, как у вас все плохо. Все, до свидания. Всем хорошей погоды, всем жирных, здоровых сеянцев, мягкой земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова